Дмитрий, уже добрый вечер. Добрый. Да, подходит к концу проведения сегодняшней конференции. Такие достаточно были насыщенные сессии. Расскажите, пожалуйста, какие перспективные направления в развитии сектора общественного транспорта предусмотрены и вообще на сегодняшний день существуют в Москве? Москва крупный мегаполис, столица России, которая постоянно видоизменяется и те метаморфозы, которые происходят с транспортом, они происходят постоянно. Так же, как и город, он живет, строится, так и транспорт меняется, становится ближе, понятнее пассажирам, удобнее, надеюсь, ну и где-то проще в части оплаты. Если говорить о каких-то проектах, которые были запущены в этом году, то правительство Москвы реализовало программу, по которой частные перевозчики, коммерческие перевозчики, небольшие маршрутки и автобусы были переведены на госконтракты по общим городским условиям с обязательным покраской подвижного состава, установкой средств контроля оплаты, контроля за движением. И в целом это существенно преобразовало именно перевозку, увеличив долю перевозчиков, работающих по регулируемым тарифам. В части наземной перевозки раньше таким перевозчиком, по сути, являлось два для Москвы, это Мосгортранс для области Мострансавто, да, и еще там другие более мелкие перевозчики. Так вот, сейчас в Москве уже там порядка десяти, на память, на вскидку, может быть больше перевозчиков, включая маршрутки, работают по регулируемым тарифам. Это означает, что для пассажира есть определенное удобство, он, выходя из дома, имеет единую платежную карту, тройка, на которой записаны билеты на общественный транспорт. И сейчас, особенно для сегмента, который живет в пешей доступности от метро, но рядом с ним всегда ходила маршрутка, которая требовала оплаты отдельного проезда, теперь у него есть у такого пассажира возможность оплатить проезд с использованием карты тройка, и это уже интермодальная перевозка, которая стоит чуть дороже, чем разовая поездка, но сильно дешевле, чем две. Тем самым мы хотим приучить людей пользоваться не только метрополитеном или наземным транспортом, а особенно пропагандируем наземный транспорт. Какие проблемные вопросы именно в части устройства общественного транспорта на сегодняшний день для вас актуальны? Как вы с ними планируете бороться? Все-таки Москва – это большой мегаполис. Москва – это большой мегаполис, и у него есть своя история и у транспортных операторов, и у систем, которые обслуживают этих транспортных операторов. Поэтому процесс тут может быть только эволюционной. Мы стараемся поддержать все то, что было ранее, и при этом обеспечивая внедрение новых инициатив, новых видов услуг, билетов, сервисов, которые бы давали возможность пассажирам, соответственно, чуть лучше, качественнее, удобнее воспринимать транспортные услуги в городе, и в целом ощущение от проживания в городе Москва. Дмитрий, вот сегодня я послушала ваш доклад. У вас за плечами большой такой опыт, достаточно интересно все-таки внедрить такие проекты в крупном мегаполисе. Я думаю, что это такая серьезно проделанная работа. А что вы можете порекомендовать для Астаны? Все-таки Астана – это развивающийся город, немножко другая история. История, которая пишется практически с нуля. Но все-таки вот... Я как представитель транспортного оператора наземного транспорта, с опытом работы этого оператора в Москве, могу сказать однозначно, что общественный транспорт существует для трех категорий. Это полностью социальная категория, это студенты-школьники, и это платежеспособная категория, рабочий класс, простым языком говоря, который покупает билеты. На мой взгляд, для того, чтобы город воспринимался всеми сегментами пассажиров одинаково, нужна единая система, единые правила по учету перевозки. И это касается не только платежной части оплаты, а именно учета перевозки, в том числе социальной категории. Потому что очень важно не только перевезти, хотя это основное для города пассажира, но и потом учесть и понять, насколько было ли это комфортно, сколько нужно подвижного состава, как часто требуется его менять. Все то, что так или иначе город увидит глазами пассажиров, почувствует, ну и, соответственно, выдаст свою реакцию в ответ. Поэтому единая система учета, удобные каналы пополнения, и, соответственно, коммуникация для того, чтобы люди могли точно знать, где те места сайта в интернете, не знаю, просто стоящий промоутер, который им первое время будет направлять в этом эволюционном пути, чтобы он привык к новым видам сервиса. Ну, сегодня уже практически осталась одна сессия, конференция завершает свою работу. Чем она была для вас интересна? Для меня она была, прежде всего, интересна принимающей стороной. Астана – интересный город, и завтра я продолжу его осмотр. Соответственно, интересно тем, что здесь собрались много международных специалистов в области транспорта, как в области тикетинга, билетных систем, так и просто в построении удобных маршрутов и типов, соответственно, перевозки. Поэтому, на мой взгляд, любая такая конференция, и особенно конференция, привязанная к региону, где происходят какие-то изменения, таким образом привлекают обмен информацией, обмен знаниями. А что может быть ценнее, чем знания и опыт людей, которые либо прошли уже этот путь, либо прошли абсолютно неприменимый сюда путь, но опыт дает некие результаты, понимание, что же нужно сделать здесь. Спасибо, Дмитрий. Мы всегда рады вас видеть в Казахстане, в Астане. Приезжайте почаще. Спасибо. Спасибо.